Здравствуйте, дамы и господа, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. Ну что ж, дорогие друзья, как я вам и говорил, за черной полосой всегда следует белая полоса. И мы с вами сегодня это можем наблюдать на нашем российском фондовом рынке. Индекс московской биржи вернулся за уровень 2200, закрылись мы выше 2275, РТС вернулся за 900. Московская биржа растет более чем на 7,5%, РТС более 8,5%. Это, конечно же, нас не может не радовать. Самое главное, что мне больше всего нравится, что наш фондовый рынок сегодня выглядит на порядок лучше, чем все мировые фондовые рынки. Европа не дотянула и до 2%, а американцы сейчас торгуются тоже у них отскок пока ниже 2%. Ну у них еще вся торговая сессия впереди, думаю, что там что-то еще произойдет. Я этого дня ждал, я к этому дню готовился. Почему? Кто не смотрел вот эти все три видео, там все подробно вам было рассказано, почему именно 19 марта может стать такого рода переломным моментом в этих ключевых падениях. Я не исключаю, что мы, может быть, еще где-то локально будем падать, но сильно уже падение такого на 20% вряд ли мы уже сможем увидеть. Ну все вероятно, все, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. Но надеюсь, что это все-таки не технический отскок. Именно поэтому я пока крупных покупок не совершаю. Я жду следующей недели, завтра еще буду наблюдать, как двигается рынок. Но на самом деле надеюсь, что все-таки падение рынка прекратилось. Если даже технические падения будут там на 1-2%, это уже в норме. Дорогие друзья, также хотелось бы сегодня, конечно же, ключевой момент. В моем торговом дне я за долгое время стал сегодня спекулировать внутри дня. И, кстати, очень и очень удачно. Надеюсь, вы, мои подписчики, то те, кто подписан, по крайней мере, на мой открытый телеграм-канал, тоже должны были неплохо заработать. Мы сегодня спекулировали акциями Сбербанка. Сразу же после открытия я вам писал, что можно подбирать акции Сбербанка. Они сегодня будут очень хорошо расти. После чего такой вывод был сделан. Ну и вывод такой был сделан после того, как было объявлено, что сегодня происходит первый транш в рамках сделки Минфина и ЦБ по покупке акции Сбербанка. Это, конечно же, сделка просто гениальная. Но о ней чуть-чуть попозже поговорим. Именно этот момент послужил поводом того, что изначально надо было брать акции Сбербанка. И Сбербанк сегодня показал очень хороший рост. Мы с вами буквально за несколько, меньше чем за полчаса мы с вами заработали хорошую прибыль. Мы 50% акций продали, 50% себе оставили. Внутри дня они ходили туда-сюда. И сейчас вечером, буквально перед самым закрытием, была колоссальная сделка, которая принесла хорошую очень прибыль. Я честно не ожидал этого. Просто не ожидал. Я выставил заявку уже на завтрашний день, чтобы завтра уже эти, ну, подловить, может быть, акции, чтобы я всегда выставляю на те заявки. Если они снимаются после торгового дня, может быть, на аукционе закрытия, я думал, эти заявки сработают. Но оказалось, что эта заявка таким шипом просто сработала. На 181 у меня акции купились. На 188,2 я акции решил продать, зафиксировать именно вот эту бумажную прибыль. Потому что сейчас мне необходимо возместить бумажные потери от акции норильского никеля. Вы помните, насколько сильно упал норильский никель. И мне хотелось бы... Там была хорошая бумажная прибыль. И до сих пор прибыль очень существенная. Но все равно прибыль сократилась. Сегодня эта прибыль фактически полностью уже была отыграна. Это, конечно же, шикарно. Еще один момент. Я сегодня вам в видеосообщении в телеграм-канале в своем говорил, что сделка по Сбербанку это на самом деле гениальная сделка, которую придумало наше правительство. Я еще вчера вечером, не помню, с кем-то из подписчиков общался и говорил, я возмущен, почему наше правительство не применяет как таковое бюджетное вот это правило, чтобы сдерживать курс национальной валюты. Я не понимал, что происходит. Но сегодня вот этот пазл, он просто-напросто сошелся. Что же на самом деле происходит? Смотрите, какая ситуация. Видимо, Минфин уже знал, что будет на днях начинать покупать акции Сбербанка. Именно поэтому они особо не сдерживали курс. Они дали курсу подняться очень хорошо. Акции Сбербанка на фоне всего вот этого падения, которое мы видели на фондовом рынке, хорошо просеяли вниз. И получилась фактически разница. Ну вот курс дорогой, мы продаем валюту, покупаем там акции за рубли. Акции спустились, мы фактически с дисконтом 40%, но не мы, а правительство покупает акции Сбербанка, крупнейшего банка страны, они покупают с дисконтом фактически 40%. По некоторым данным даже 50%, можно если очень хорошо посчитать, то 50%. Это колоссально, это гениальная на самом деле сделка вот таким образом. И смотрите, какая ситуация происходит. Почему не нужно теперь задействовать бюджетное правило. В рамках бюджетного правила мы должны, ну Минфин Российской Федерации должен ежедневно сбрасывать валюту, дабы поддержать курс нашего рубля. Теперь же им этого делать не надо. Они не затрагивают фонд национального благосостояния, который в рамках этого бюджетного правила. То есть смотрите, деньги эти будут сохраняться, они не будут тратиться. А будут тратиться деньги, которые и так уже в бюджете и везде были заложены, что будет покупаться Сбербанк. То есть мы тратя валюту, которую она покупает Сбербанк, а грубо говоря мы же из одного кармана фактически в другой перекладываем. Сбербанк же он остается у нас в России. Но на самом деле здесь еще один вопрос отвечу, что многие ошибают, думая, что перекладывают Сбербанк из одного кармана в другой. Не совсем так. Центральный банк России, он не контролируется государством, это отдельная единица. А вот правительство Российской Федерации, оно контролируется как раз таки, ну это и есть фактически государственный орган. Именно в его управление уходит Сбербанк. Таким образом фактически Сбербанк национализируется. И здесь уже нельзя говорить, что из одного кармана в другой. Да, для обывателя он ничем не поменяется. Что он был у Центрального банка России, что он будет у Министерства финансов. Для обывателя эта разница нет. Для государства эта разница очень существенная. Почему вообще такая продажа Сбербанка сегодня вообще нужна была? Потому что Центральный банк России, он является регулятором. Он же не может, и одновременно с этим он был главным акционером Сбербанка России. У него было 50 акций плюс 1 акция. То есть контрольный пакет был у Банка России. Он же не может сам себя наказывать. Многие говорили, ну как так не может? Ну как вы, вы же сами себя не наказываете, если вы что-то не сделали. Ну вы так, ну это нехорошо, да, ну это нехорошо. Все. Ну так, когда уже банк будет независим от Банка России, то тогда Центральный банк России может налагать определенные штрафы за то, что кто-то, кто-то, кто-то было не выполнено. Здесь это, с точки зрения этого, сделано правильно, потому что у нас иначе получается политика двойных стандартов. У нас ко многим банкам, Банк России применял там, ну, меры, там штрафовал, все. А к Сбербанку никаких таких мер не было. Ну вот, к примеру, да, вот эта система быстрых платежей, да. Все банки перешли, Сбербанк не переходит. Почему? Ну здесь два момента на самом деле, почему Сбербанк не переходит. Потому что, во-первых, ну, он сам хочет стать провайдером вот этой системы быстрых платежей, потому что Сбербанк, это сейчас уже не просто банк. Это целая огромадная экосистема. Это реально огромадная экосистема. Как говорится в простонародье, от патрона до батона. Там немножко другое слово, но на видео это будет до батона. Там есть все. Там и доставка, и еда, и игры. Ну там все, все-все-все у него включено. Это огромная экосистема. Вот сегодня читал статью, что некоторые аналитики сравнивают наш Сбербанк с такими крупными экосистемами, как Google, Facebook, Amazon, даже Apple приплели. Да, может быть, мы по капитализации не так дотягиваем. Может быть, там спорили, оппонировали потом, и в комментариях споры развивались. Но мы претендуем на это звание. И Сбербанк реально, это действительно очень крупная IT-система становится, экосистема. Там уже и к медицине они имеют отношение и ко всему. И, конечно же, таким образом государство получает к себе под контроль вот эту всю большую, огромную экосистему. Я считаю, что эта сделка была проведена правильно, сделано это все совершенно верно. Для нас, для обывателей, фактически ничего не поменяется. Я лично так считаю. Как считаете вы, поменяется ли для нас что или нет, ну, я, конечно же, не знаю. Второе событие, которое сегодня я жду, и вот, к сожалению, я оттягивал запись видео до последнего, потому что, ну, не было, совет директоров начался, но пока никакой информации больше я не находил. Конечно же, я жду сегодня главного события, это решение по дивидендам нашей компании «Новотек». Именно на этих новостях акции «Новотека» взлетели сегодня до небывалых моментов. Они так давно не росли, на 17 с лишним процентов. Акции «Новотека» растут, меня это тоже радует, потому что прибыль хорошая. Опять-таки, сегодня один подписчик у меня был удивлен, что я приобрел эти акции. Я еще вот в этом видео говорил, что я эти акции буду брать под это решение, потому что это решение очень важно. Я в этом видео говорил, что это фактически наш, ну, ему до дивидендного аристократа еще, конечно, как пешком до Пекина идти, но он претендует на это звание. Соответственно, он будет повышать, скорее всего, дивиденды. Дивиденды за прошлый год будут шикарные. Конечно же, я еще, по-моему, позавчера эти акции себе взял по хорошей цене. Или вчера утром, или позавчера вечером я их себе брал. Именно под сегодняшний день. И как, опять-таки, оказалось не напрасно. Сегодня наш рынок показывает небывалый рост. Сегодня многие компании растут, отбивают вот эти колоссальные падения. Ну, я говорю, какую акцию ни посмотри, везде хороший рост. Даже ВТБ сегодня начинает отыгрываться. Самый большой минус у меня по моим портфелям, по инвестиционному портфелю. Вот самая бумага теперь, которая больше всего меня сейчас на данный момент напрягает, это, конечно же, ВТБ. ВТБ упал на такие минимумы, ну, которых у него, по-моему, это вообще исторические минимумы. Ну, надо посмотреть предыдущие годы. Но, по-моему, уже много-много лет таких значений банк ВТБ не знал. Но, надеюсь, как только начнет разворот, то, соответственно, ВТБ тоже будет подниматься с колен. Дорогие друзья, сегодня видео будет небольшое, потому что у меня сегодня встреча вечером. Именно поэтому я вот рождался новотеком. У меня была целая отдельная тема для вас подготовлена. Но все-таки она немножко масштабная. Именно поэтому я ее перенесу на выходные. У нас по субботам будут такие образовательно-познавательные видео. Эту тему я отнесу уже на субботу. В субботу у нас, наверное, будет тоже хорошее длинное видео. Там мы коснемся, опять-таки, нескольких тем, как и в прошлую субботу в том числе. На этом, дорогие друзья, хочу с вами, наверное, уже буду прощаться. Здесь, кому видео это понравилось, обязательно ставьте лайк. Кому не понравилось, обязательно ставьте дизлайк. Ну, я, честно говоря, сегодня старался сделать для вас все, чтобы вы попытались отбить хотя бы какие-то свои убытки. Все, что от меня зависело, я делал, делаю и буду делать. И, соответственно, если хотите поддержать канал, чтобы, ну, как-то морально меня поддержать, в том числе, потому что это ваше внимание, то можете прислать донат. Ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии точно так же. Ну, еще раз, подписывайтесь на YouTube-канал, Telegram-канал. Ну, можно подписаться также в Яндекс.Зене, там выходят более фундаментальные статьи. И вам до завтра. Пока-пока.